На днях премьер-министр Армении Никол Пашинян представил программу развития страны на 2021-2026 годов. В этом плане четко указано, что Армения собирается наладить отношения с Турцией. Всем известно, что после развала СССР официальные контакты между Турцией и Арменией в дипломатическом плане не существует. В этом плане руководство Еревана пытается наладить отношения с Турцией. Для этого Армения готова отказаться от темы так называемого геноцида армян, признать Карский договор и установить дипломатические отношения с Турцией и Азербайджаном. Об этом Даяс сказал турецкий политолог, ведущий представитель экспертно-аналитической сети Анкара-Москва Энгин Азер. Комментируя регулярные обстрелы вооруженных сил Армении, позиции азербайджанской армии вдоль всей армяно-азербайджанской границы, наш собеседник отметил, что Армении невыгодно обострять ситуацию на границе, однако Пашинян вынужден идти на провокации из-за давления радикально настроенной оппозиции внутри страны. Когда Пашинян заявил о готовности восстановления отношений с Турцией, внутри армянского общества особенно ультра-националистические силы, мягко говоря, подняли «Я думаю, что Армения совершает провокации на границе с Азербайджаном, чтобы показать радикалам, что якобы правительство Армении готовится к новой войне с Азербайджаном. На мой взгляд, на самом деле Армения не собирается нападать на Азербайджан, и не думаю, что они сейчас способны на новую войну». Следует отметить, что если Армения проявит конструктивизм, Турция также готова к нормализации отношений с соседней страной. Если Турция и Армения наладят отношения, то это будет также и в пользу Азербайджана. Никаких угроз от этого Азербайджану нет. Напротив, установление отношений между соседними странами обеспечит стабильность и гарантию безопасности в регионе. Резюмировал турецкий политолог Энгин Азер. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Азербайджан. 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 Азербайджан.